Дорогие друзья, всем огромный, большой, пламенный привет! Если вы видите меня впервые, то меня зовут Оля, я живу в Израиле, и на этом канале я вещаю только исключительно, когда ко мне приходит муза, и исключительно о тех вещах, с которыми мне хочется поделиться с миром, а именно с вами, поэтому если вам такой вот контент чисто развлекательный и, может быть, даже где-то вдохновляющий, интересный, то оставайтесь со мной. Сегодня мы будем говорить о шмоточках, сегодня мы будем делать примерочки, и сегодня будем говорить конкретно об одном аксессуаре, который я себе приобрела, господи, боже мой, в апреле месяце, и да, это вот сегодня у нас уже на календаре какой-то там сентября, и Оля решила поделиться с миром именно вот этим аксессуаром. Ну, что-то как-то не получалось, а мне надо именно вот, чтобы все эти гороскопы сошлись, планеты, карты, в общем, чтобы все было фикс, но сейчас я начал устанавливать этот, как его фамилия, airconditioner, он же в простонародье мозган, и только что они пилили, я такая думала, боже мой, и мне, наверное, сейчас надо делать примерку, а завтра буду вам это все показывать. Короче, я надеюсь, надеюсь, fingers crossed, что все сегодня получится, я очень-очень давно не снимала именно такое вот болтологическое видео, и вот такое вот видео, которое я люблю снимать, не будем лукавить, я очень-очень люблю снимать такие видео, потому что это меня это наполняет, я даю вам эту энергию, потом вы это видео смотрите, делитесь со мной в комментариях, чем вам хочется со мной поделиться, и вот такой вот у нас с вами обмен, и я это очень дело люблю. Кратенькая предыстория, хотя слово кратенькое и моя болтомня, это вообще невозможно, они никогда не идут вместе, но я очень-очень сильно постараюсь. Где-то лет эдак, 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 я такая вот думала, когда я себе позволила купить первые вот эти вот мои брендовые, брендовые очки, именно аксессуары, в моем понимании, ну, как и в понимании всех, по-моему, живущих на этой планете, это, например, это очки, это сумки, это пояса, это обувь, что еще не забыла, ну, да, и вот это вот то, что сейчас мы посмотрим с вами вместе, хотя это, это, это мне же где-то мелькало в каком-то влоге, но я так где-то не показывалась, ни в инсте, ни, ни здесь, ни, ни там, ни, ни сям, потому что, кстати, вот этот вот именно айтем, вот то, что я сейчас вам покажу, это более такой, знаете, более зимний. Так вот, начала я вкладываться именно в аксессуары где-то около 8, может быть, лет назад, нет, 7 лет назад, вру, вот я помню, что Ильяна была, ну, малышка такая, да, малышка, ей было то ли ей, в общем, не важно, я просто четко помню, когда я пошла и купила эти очки, это были очки Селин, и я просто помню этот, помню этот момент, когда я именно вот столько-то денег дала этому продавцу, и он мне дал эти очки, и я просто в диком, в диком была в восторге, я была в каком-то, как у нас говорят, бэхай, и на самом деле мне это дело очень-очень нравится, я считаю, что именно вот хороший какой-то такой классный аксессуар, для меня это работает, понятно, что я просто делюсь своим личным опытом, может быть, кому-то будет это интересно, я надеюсь, вот, поэтому мне кажется, что вот если какой-то классный аксессуар, один или два, вот такие, вот знаете, которые вот именно стейтмент, и какое-то обыкновенное просто, просто супер-супер-супер какое-то простое, там, например, или платье, или футболка, вот такая, как на мне, супер-супер простая, она будет уже абсолютно по-другому играть, я очень-очень люблю балансировать, хотя на самом деле в моем, в моем вот этом гардеробе, и в моих играх с одеждой, да, у меня есть такие, у меня есть такие даже серии в Инстаграм, когда-то я очень давно делала playing with wardrobe, то есть я, игры мои с гардеробом, то есть когда я просто что-то, просто что-то совмещаю, я просто вот очень люблю вот этот вот баланс, его искать, хотя я не, я не буду вам врать, у меня иногда бывают очень-очень такие, знаете, очень луки такие в очень, например, очень сильно женственные, или очень сильно какие-то такие классические, в общем, ну, бывает такое, но в основном, в большинстве своем, я очень люблю совмещать. Данного аксессуара, вот именно в таком сегменте, да, люксовом, будем так говорить, у меня еще не было, и я, если вы тоже меня, еще раз я повторюсь, если вы меня видите впервые, то я с 18 лет живу в Израиле, мне было, ну, еще пару месяцев до того, как мне стукнет 19, я живу в Израиле, у нас очень-очень жарко, и у нас очень сильное солнце, постоянно, круглый год я не радуюсь, я очень радуюсь, я не жалуюсь, я люблю солнце, я люблю жару, ну, и вот, видите, я ходила без шапки очень-очень много лет, без шляпы, и заработала себе мелазмом, хотя моя врач сказала, что это из-за кок, который я принимаю, уже тоже хреново, извините за выражение, кучу лет, да, я как-то не раскрывала эту тему еще здесь на YouTube, что-то как-то я не готова об этом говорить, слишком это какое-то, наверное, личное, хотя что, это все, это жизнь, это ничего такого супер-супер, какого-то странного в этом нет, это, мне кажется, ну, как бы, что, естественно, то и не безобразно, как говорится, что, естественно, то и как бы, ну, это обычный разговор, что-то мне как-то и несет какие-то дебри, как обычно, ну, это я давно просто с нами общалась, надо больше, больше общаться, я надеюсь, ну, вот сейчас мы уже вернулись в школу, и я надеюсь, очень надеюсь для себя, что я буду снимать видео чаще. Где-то года 4, может быть, 5 назад я начала носить бейсболки, да, и все, кто меня знает, все, кто со мной дружит, то они могут меня часто очень видеть, особенно, когда я хожу, например, спортом занимаюсь, мне всегда, навсегда у меня есть на мне шляпа, и вот шапки, которые соломенные и большие, у меня что-то как-то с ними не сложилось, у меня есть одна такая типа Федора, которую я купила за 5 евро в Греции, она бумажная, вот сейчас я очень-очень хочу себе приобрести настоящую соломенную классную шляпу с большими полями, но это надо поиграться, надо пойти померить, надо все это дело просмотреть, потому что есть очень-очень разные шляпы, есть они вот такие, есть вот такие, в общем, ну, вы понимаете, о чем я говорю, я очень хочу качественную, хорошую шляпу, такую-то, знаете, вложиться в нее и с ней ходить. Ну, я очень люблю бейсболки, мне бейсболки очень идут, я обычно в них ходила, ну, просто так, просто, там, например, в каком-то отдыхе или что, но я обычно, например, если на работу шла, да, летом, у меня было такое время, что у меня просто было полчаса идти на работу, я просто шла себе пешочком, делала, типа, спорт, и я ходила без шапки, и это была моя большая-большая-большая огромная ошибка. Сейчас я, нет такого, наверное, дня, вот если это день, если это утро, я не выхожу без бейсболки вообще, то есть у меня всегда очки, у меня всегда бейсболка, крем из ПФ, который, да, у меня сейчас есть, я тоже начала пользоваться несколько лет назад, к сожалению, моему не раньше, не раньше, хотя есть очень много разных мнений о кремах с СПФ, но, в общем, у каждого своя история. Так вот, я себе такая решила, что пришло как-то время уже мне купить такую шапочку, такую какую-то классненькую и вложиться в нее. Ну, вложиться в шапку это такое, да, это не сумка, это не очки, которые ты можешь носить, ну, то есть теоретически много времени, но шапка тоже, смотря какая, и то есть если ты в ней купаешься в море, то такое, да, оно все, там у меня есть одни шапки, которые у меня просто уже там, вот эта вот пимпочка железная, она просто разъелась от соли, ее практически уже нет, вот, но я именно говорю о statement piece, я именно говорю о том, что может дополнить мой лук и, соответственно, быть частью неотъемлемой моего образа, потому что шляпа, я без шляпы никуда. И я вот, мы были в апреле в Греции, если кто-то видел, может, может вам интересно, я не знаю, есть у меня еще один канал влоговый, который я уже говорила, что я забросила, но я, наверное, я буду там как-то что-то возвращаться, но это я, это YouTube, я веду только чисто по настроению, по зову души, поэтому, если вам интересно, то у меня там есть влоговый канал, я всегда есть, линк у меня под видео внизу, под каждым моим видео, есть всегда ссылка на мой влоговый канал, он просто называется Оля Ви Фэмили, то есть Оля Ви Семья, и там есть влог со Сфин. Так вот, я пришла, значит, что я пришла, я себе додумалась, какую я шляпу хочу, вот именно, чтобы, какую вот шляпочку мне нужно, какого бренда. И я придумала, что у меня уже Селин, ну, потому что мне нравится очень этот логотип, и все мне нравится. Я, значит, погуглила, мы были в Афинах, я погуглила, есть Бутик Селин, очень хорошо, прекрасно, мы поехали, там, адрес забили, и сели в таксо, и поехали, значит, в магазин Селин, который оказался просто мультибрендовым таким бутиком, в котором есть всяко-разно, то есть есть шапочки Селин, есть та-та-та-та-та. Соответственно, выбор был очень маленький, и шапки Селин, там были цвета, ну, просто какие-то, ну, просто тупо, ну, ни к которым мне не подходит, то есть был ярко такой синий, ну, типа, просто обыкновенный синий, какой-то там, по-моему, красный, и еще что-то, я такая даже, нет, я даже мерить это не буду, и я сказала, правда, в суд, давай, неси мне все шляпы, которые у тебя есть. У меня даже там, ну, есть немножко в этих влогах, о которых я вам сейчас говорила, там тоже есть несколько таких моментов, которые я снимала в это время. И он мне принес, значит, шляпу Тутем, это из конецких брендов, не суперлюкс, это какой-то миддл, да, это миддл-сегмент, миддл-сегмент, и шляпа была какая-то огромная, то есть она на мне села, у меня маленькая голова достаточно, потому что я вот, ну, как-то мы, я купила шапку себе, Найки, такая у меня есть шапочка мятная, это просто кидс, то есть мне выгодно, да, если я могу покупать в этом, в детском, в детском отделе шляпы. Да, я делюсь иногда селяной шляпами тоже, вот, поэтому у меня была достаточно маленькая голова, и он мне принес этот Тутем. По цвету был потрясающий, значит, цвет, я думаю, что я себе приобрету еще такого цвета, по возможности шапку на, ну, типа, даже на постоянку, типа, не на зиму, но потому что вот именно такая большая шляпка и такое вот пальто в пол, это просто такой скандинавийный лук, ну, еще как они там ходят в этих, в шлепках этих, да, в любом случае, и, значит, он мне принес потом вот это. Ну, все любители этого бренда уже узнали, кто это, что это, это моя любимая Луэва, и я, значит, он мне принес эту шапку, я такая померила, думаю, ну, сейчас вы увидите цвет, я такая, да, ну, просто я посмотрела, очень крутая, 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 крутая бейсболка, и я вообще обожаю этот бренд, я в него влюбилась много-много лет назад, много-много, ну, когда с тем, как наше время вообще летит, бежит, и у нас тут за один день может случиться столько событий, сколько у нас когда-то, не знаю, наших родителей не скучалось за год, то, в принципе, я могу сказать, что много лет я люблю этот бренд, я, у меня есть сумочка, которую я приобрела 4,5 года назад, да, это был апрель 19-го года в бутике Луэва в Париже, поэтому, ну, в общем, неважно, если вам интересны сумки, то у меня есть несколько видео назад, у меня есть коллекция моих сумок, я там все-все-все рассказала подробненько, вот они там все у меня стоят, практически все там стоят. Так вот, давайте уже посмотрим, let's dig in, и я вам хочу сказать, что пыльник, пыльник точно такой же, как у меня, как у моей пашет, ну, один в один, и, конечно, ребята из Луэва, они очень-очень классные, они всегда вот, все у них добротное, все у них, совсем шапка с сертификатами, со всем, чем надо и не надо, еще я что-то здесь не хотела таки выкидывать, мне вот это вот понравилось почему-то, очень понравилось, даже вот это вот, sorry, даже вот это вот пимпочка, вот эта фигнотелечка, ну, я не знаю, вам, наверное, не надо вот эти вот, все вот эти вот номера, фамилии, whatever, вот, вы уже можете видеть, что это черная шапка, и это бейсболка Луэве, вот так она выглядит, здесь я ее не, я в ней летела, я там потаскала немножко в Афинах, и вот так вот она выглядит, я вот это вот, наверное, отрежу, потому что, ну, это не нужно, 59, не знаю, что 50, 51, что это 59, это этот, диаметр, наверное, да, ну, вот так вот она выглядит здесь, вот так, здесь у нее такой классный очень этот, короче, вы поняли, значит, что, что, SPF белый, вот здесь вот у меня, немножко уже захезала я ему, конечно, но шапка сделана очень-очень добротная, это такой, видите, картон такой, ну, этот хлопок, очень такой плотный, и здесь тоже какая-то такая штучка, какая-то подушечка, не знаю, в общем, давайте примерим, да, так, давайте примерим, и, собственно, для чего мы здесь с вами собрались, я пойду открою свой шкаф, и немножко хочу поиграться со своими шмоточками с гардеробом, и просто показать вам, как я буду стилизовать этот аксессуар, как я буду стилизовать этот аксессуар, ну, с чем буду это носить, и как я это буду стилизовать, ну, потому что шапка черная, да, в принципе, да, в принципе, черный цвет, он как бы идет, типа, совсем, но не всегда, да, в моем понимании, не всегда черная, черная шапка, она будет хорошо смотреться, хотя, я знаю, так, эти уже товарищи начали опять сверлить, ну, в общем, вот так это все выглядит, и сейчас мы с вами переместимся туда, и оставайтесь со мной. Ну что ж, так выглядит первый наш лук-лучок, я обожаю, все, кто меня знает, я обожаю, да, мне нужно купить черные вот эти вот невидимые носки, я об этом, я об этом знаю, ну, когда-нибудь я их куплю, может быть, потому что очень часто я эти боты, это азаровские вот эти вот ботинки, которые мне очень, я их очень люблю, конечно, может быть, когда-нибудь я куплю себе Prado-овские вот эти вот, ну, это не лоферы, ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю, может быть, когда-то я куплю себе их, но это надо мерить, поэтому когда-нибудь я дойду от магазина, в любом случае я очень люблю эти боты, я очень люблю сочетать цвет сумки и цвет обуви, обуви, и вообще мне абсолютно наплевать, что говорят, можно сочетать, нельзя сочетать, вы, кто такие вообще, чтобы мне говорить, что можно сочетать, что нельзя сочетать, тренды, шма-тренды, я сама себе тренд, и я сама их себе задаю, и чем, чего, и всем вам желаю, так намного легче жить. Так вот, это обыкновенная белая кофта, кофта, почему кофта? Это обыкновенная белая футболка, которую, кстати, я покупала в Uniqlo, и это, по-моему, это мужская, мужской этот самый одел. Ну, кипарик. Кипарик все уже видели. Это юбка, которая из этого типа экологического, экологической кожи типа. Ну, вот эта, которая кожзам, которая вот этот, не знаю, что-то таке. В общем, это юбка манго, у которой есть еще такой хвостик, говорю. У которой есть еще такой пояс, но я его не ношу, потому что, ну, как-то так не ношу. У меня здесь есть небольшой такой животик, поэтому если я еще надену здесь пояс такой, который выпирает, то это будет совершенно не то. И вот такой вот look back to school, типа мне очень-очень нравится. Прям очень. Тащусь. Итак, если вы следите за мной в инстаграм, то вы могли уже созерцать этот look. Ну, или бы же, может быть, мы с вами в каких-то примерках мерили. Я когда-то всем уже плеш проела про эти велосипедки. Я их такие купила. Надо мне еще купить несколько пар, потому что это реально, реально, реально для меня очень классная вещь. Я называю этот look, кстати, с чего я начала. Если вы следите за мной в инстаграм, то вы уже видели этот look. И там у меня была такая другая моя бейсболка. Она такая более такого мятного цвета. Тоже, я говорила, что детская. Вот. И я люблю так вот, чтобы мне волосы надела, футболку, волосы вот так были. Сейчас оно как-то не очень так классно смотрится. Ну, конечно же. Единственный минус вот этих вот всех бейсболок, потому что я очень люблю забирать волосы наверх. А у нас дико жарко, поэтому я обычно если я дома хожу, то у меня волосы где-то вот здесь прицеплены. Ну, там как было во вступлении. Вот. Поэтому у меня волосы либо в хвосте вот здесь, либо вот так. Вот так вот я люблю. Чтобы было все распущено. И этот look я называю типа travel look, потому что, ну, во-первых, удобная обувь. Можете, конечно же, надеть любые кроссовки. Ну, потому что цвета такие нейтральные. У меня есть кроссовки белые, у меня есть еще кроссовки, которые такие розовенькие, поэтому... Ну, такие бледно-розовые. Поэтому это все будет очень-очень хорошо сочетаться. Это футболка, которую я привезла мужу из Uniqlo. И это large. И он мне сразу сказал, забираю ее себе. И я ее с удовольствием забрала себе. У нее здесь вот такая вот... Если, может быть, кому-то интересно, у нее здесь вот такой вот... Не знаю, что это такое. Ну, он, видите, то есть двухстронний какой-то. Короче. Это когда вы едете где-то в поезде. Либо идете с ребенком в какой-то музей. Либо, вот, например, если идти на какой-то... Ну, шоппинг... Да, кстати, можно на шоппинг. Потому что эти велосипедки можно, например, если вы меряете платье, можно даже их просто тупо не снимать. Вот. Поэтому это такая, ну, большая сумка. И все. И это очень классный такой лук. И, конечно же, вот эта шляпа тоже очень хорошо сочетается. Хотя у нас здесь ничего черного нет. Но вы видите, что она очень, даже, очень, даже и ничего. Итак, сейчас перед вами рецепт. Ну, такой достаточно инстаграмный лук. Если мы сейчас здесь накинем какое-то оверсайз сильно большого пальто, то это будет, ну, достаточно такое все инстаграмное. И здесь могут быть какие-то джинсы типа с драной, вот эти порванные. Сумка здесь может быть совершенно любая. Ну, то есть футболка может быть абсолютно любая. Здесь вот я забрала уже в хвост волосы свои. Вот. Ну, конечно, по-разному это все можно сочетать. Я просто очень захотела немножко цвета. И, конечно же, можно здесь надеть вот те вот большие... То есть я буду это тоже носить с большими этими... Вот этими вот большими черными ботами, которые я вам показывала в первом луке. Это джинсы Zara, которые я не очень люблю, но они у меня есть. Я вообще джинсы... Я вообще не джинсовый человек. Я вообще джинсы практически не ношу. У меня их достаточно мало. И, ну, что-то как-то не дружу с джинсами. Вот. И вот так вот это выглядит. Ну, конечно, можно, например, или эту сумейку тоже взять. Это уже будет такое более... Нет, это как-то не подходит. Нет. Мне... Мне сразу... Мне... Мне либо подходит, либо не подходит. Но вот это мне как-то больше нравится. Вот. Я хотела примеры джинсы, но меня позвало это платье. И я подумала, так, давайте поиграем с этим платьем. Итак, я надела вот эти вот свои кроссовки, которые очень-очень удобные, очень классные. Я их очень рекомендую. Это Adidas Ultra Boost. И мне... Они у меня есть уже, ну, может быть, ну, как минимум, наверное, года два. Может быть, да, уже года три. Я их очень сильно люблю. И, ну, если вы хотите такие удобные кроссовки, которые можно с очень много чем сочетать, то вот я их сильно рекомендую. Итак, это моя Ребекка Минков. Моя вот эта вот любимая сумочка, которая богу шмогу. Но на самом деле вот это платье тоже, это и платье H&M. Я не знаю, зачем я это говорю, но в любом случае это не важно. Мне почему-то очень хочется это сказать. Это платье, которое я купила в вот этой вот линейка Divided H&M, да, которая более, типа, дешевая. Я очень-очень-очень люблю это платье. Это просто платье, которое меня спасает. Если мне лень вообще что-либо надевать, я просто надеваю это платье и вперед. Я просто хотела показать, что очень классно даже сочетается, если не все черно-белое. То есть это нормально, очень даже так хорошо смотрится. Я, на самом деле, подумала немножко над сумкой, но я подумала, что вот это тут, ну, оно очень хорошо сочетается. Мне нравится. Мне нравится, да? И, да, может быть, все-таки еще какие-то джинсы померить. Вот, да. Еще один у нас лук-лучок в таких достаточно нейтральных цветах. И тоже я тут хотела даже сама себе показать, что, в принципе, можно это сочетать со всем. Но мне больше нравится, на самом деле, черно-белое такое типа, с серо-черно-белое, может быть, или с бежевым. Но здесь еще он тоже очень классно. Все это играет, и все это сочетается. И так можно, ну, везде гулять. В Израиле так точно. Можно везде идти в таком наряде. Можно добавлять пояс, можно не добавлять пояс. Если честно, у меня есть несколько поясов, и я что-то как-то не особо их ношу. Надо, наверное, надо как-то разнообразить, наверное, свой стиль и носить больше пояса. Кстати, у меня есть фатилка, тоже пояс. Не знаю, зачем я его хочу, если я не ношу пояса. Ну, это не важно. Это не важно. Итак, ну все. I like it. Ну что ж, не снимаю. Это шляпенцы, кстати, вот так. О, я ее уже здесь захезала, по-моему. Так. Let's see. Что-то как-то... Какое-то пятно. Не знаю. Я ее, конечно же, еще, естественно, не стирала. Ничего с ней не делала. В общем, большое-большое-большое спасибо за то, что были со мной в этом видео. И до скорой встречи в эфире. Bye! И удачи мне с этим бардаком. И удачи мне с вами. Субтитры сделал DimaTorzok